всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в моем видео я вам расскажу и покажу свою дуранту видео будет из двух частей так как одна дуранта у меня находится дома и вторая от нее отросток у мужа на работе и как раз то вот этот отросток весь 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 в цвету сейчас отправимся к мужу на работу я вам покажу цветущую дуранту а потом вернемся сюда и я вам покажу и расскажу как я ухаживаю за дурантой и покажу свою большую дуранту я специально приехала к мужу в офис показать я ему давала отросток от своей дуранты ну конечно же я за ним ухаживала пересаживала ее обрезала и вот посмотрите результат свою то дома я часто стригу поэтому я и не даю заложить бутоны я ее формирую на штампе а эту я реже подстригала и вот в один прекрасный день она расцвела конечно цветет обильно у нее просто немерено вот здесь посмотрите сколько много еще новых бутонов очень прям ну классное растение она конечно всех порадовала в офисе потому что она же капризуля что-то ей не понравится то листья желтеет то скидывает то вянет а тут такая красоточка потом стала и все сейчас ходят и любуются даже не цветоводы просто здесь офисные работники вот они если видят они прям спрашивают ну что это за растение первый раз видел такая красота вообще ну да действительно цветение у нее шикарная вообще шикарная даже вот она со всех сторон такая красотка хочется вам показать тоже представляю моя на штампе цветет тоже будет очень зрелищно смотреться но цветение у нее будет продолжительное так как у нее образуются еще и новые бутончики стоит она на окне здесь западная сторона солнца я могу сказать не очень-то много ну и полив ее поливают по мере пересыхания все я наказала как ее поливать и в принципе вот результат и результат просто шикарный укореняется легко я укореняла вообще просто в воде можно конечно и в тепличке грунт сразу посадить в общем растение такое ну я могу сказать неприхотливое главное подобрать место чтобы солнышко обязательно попадало немного сильно солнце она не любит но вот у меня вторая стоит моя которая на штампе она вообще на улице стоит сейчас я вам попозже покажу обязательно у нее падает солнце утром ну в принципе все хорошо вчера я ее дождиком помыла то есть она такая у меня уличная листья конечно крупнее у нее и соответственно я думаю и цветочки у нее могут быть и покрупнее и продолжим вот моя большая дуранта мамочка той дуранты которая вся 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 в цвету ну я уже говорила что я ту дуранту обрезала наверно раза три подстригала ее а вот эту дуранту я конечно стригу беспощадно и причем она заново и заново отрастает она у меня стоит на штампе вот у нее стволик такой в принципе она стоит самостоятельно но из-за ветра она ж на улице у меня я и поставила палочку такую бамбуковую находится она у меня в керамическом кашпо в общем она у меня такая уже взросленькая вырастила я ее сама с маленького отростка кстати и вот такая вот но вот эти ветки я уже не обрезаю буду ждать цветение должна она зацвести будет тоже зрелище наверно очень красивая потому что это дуранта большая стоит она у меня на восточной стороне с утра здесь где-то до 11 наверно солнце и потом такой хороший дневной свет то есть хорошо ей тут по соседству с плюмерией плюмерия у меня обрастать стала наконец листья красивые лезут зеленые такой уголок ну за одним пробегусь такой вот уголочек люблю здесь пить кофе или чай ну про укоренение я вам говорила что она укореняется очень легко можно в водичке можно в землю и в тепличку поставить то есть без разницы дает корни так и так очень хорошо поливаю я ее по мере пересыхания грунта наполовину в летний период конечно грунт пересыхает чаще и полив конечно по чуть-чуть я ее поливаю по ней даже видно когда она пить хочет она листочки немножко так как бы у нее вянут слегка ну до такого я ее редко конечно довожу ну пытаюсь так подливать когда жарко особенно если за 30 вот у нас сейчас неделю обещают 30-31 градус тепла конечно в это время полив почаще получается каждое утро на по чуть-чуть поливаю грунт использую универсальный добавляю разрыхлитель и туда но в этом году подсыпала я ей немножко перегночика добавила конского ну перегной у меня такой уже перегнивший хорошо и сразу скажу ничем не пахнет потому что меня в комментариях спрашивали что наверное пахнет ничем абсолютно не пахнет и конечно же она любит удобрения удобрения для цветущих растений можно любое я использую фертика люкс которая в порошке идет и чуть-чуть на кончике чайной ложечки развожу в теплой водичке на литр воды и поливаю он получается раз в 10 дней ну дуранта у нас тропическое растение и конечно же она любит до ее дождик мочит вчера у нас ливень такой был как раз и маленько вынесла и это хорошо и дождик помыла а так если допустим солнце когда не падает я ее опрыскиваю так иногда часто я это не делаю мне это растение нравится оно необычное и очень красиво цветет вы видели да маленький такой кустик и весь такой усыпанный вот такой вот сиреневыми такими цветочками красивыми могу рекомендовать иметь такое растение у себя в коллекции в своей оранжереи дома в квартире и о вредителях конечно ее любят вредители ее любит белокрылка паутинный клещ ну белокрылку я если допустим вижу да сразу развожу актару препарат и опрыскиваю ее в зимнее время могу сказать когда растение ослаблено когда не хватает солнечного света и вот тогда начинают потихонечку нападать какие-то вредители в этом случае главное вовремя заметить и принять меры когда она меня зацветет я обязательно сниму видео и поделюсь с вами своей красотой зрелище конечно будет наверное вообще очень красиво подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите обязательно комментарии увидимся в следующем видео пока 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 пока